Как собрать свою команду Сейчас мы поговорим о том, как собрать свою команду. Это видео разделено на три части. Три вида команд в соответствии с уровнем навыков. Новички. Здесь мы посмотрим, как обычно формируются подобные команды и с чем им придется столкнуться. Энтузиасты. Здесь мы разберем, какие минимальные знания потребуются, где искать единомышленников, с чего и как начинать. Профессионалы. Это уже больше работа по найму. Как лучше взаимодействовать с людьми. Посмотрим, на каких фриланс биржах можно нанять сотрудников. Какие профессии существуют в геймдеве. Сколько стоит та или иная работа на аутсорсе. И приблизительные зарплаты у разработчиков. В следующем видео мы будем разбирать, как попасть в геймдев индустрию. Подробно поговорим про профессии и зарплаты. И в последующих видео будем разбирать продвижение и пиар, и как заработать на своей игре. И прочие темы, связанные с разработкой игр. Геймдев состоит из двух частей. Разработка игр и оперирование игр. Разработка – это творческий процесс, который начинается с идеи на бумаге. Программисты и художники реализуют эту идею. Затем игру тестируют и исправляют ошибки. Когда игра готова, ее нужно прорекламировать и продать. И здесь начинается вторая стадия – оперирование. Это бизнес-часть, которой занимаются маркетологи, аналитики, бизнес-девелоперы, комьюнити-менеджеры и так далее. Причем их работа особо не отличается от той, что в киноиндустрии или другой медиа-среде. Тему пиара и заработка мы уже будем разбирать в последующих уроках. Ну а сейчас приступим к разбору категории разработчиков и их профессий. Разыграем самый первый и простой сценарий. Вы загорелись создать игру, при этом не имея каких-либо навыков, либо что-то очень поверхностное. Но зато идея у вас – вагон с маленькой тележкой, а позади этой тележки еще маленькая мини-тележка. И вот вы на этом поезде пытаетесь ворваться в гейм-дев. Осмотревшись по сторонам, ищите программистов, 3D-художников и прочих замечательных людей, которые за вас все сделают. Могу вас огорчить, в 99% у вас ничего не выйдет. Даже если вам удастся найти команду, это будут такие же дилетанты. Это будет пустая трата времени, потому что рано или поздно вы выберетесь в такую вещь, где будет не хватать вашей компетентности. Или попросту вашей команде наскучит проект. Поэтому сразу переходим ко второму сценарию. Вы, начинающий разработчик, который недавно освоил основы игрового движка, программирование, моделирование и анимацию, решили создать свою игру, параллельно обучаясь. И вдруг решили, что вам нужна команда. В одиночку вы не справляетесь, потому что это долго, и вы не все знаете. Так как навряд ли на данном этапе вы будете готовы платить, можно сформировать команду единомышленников и действовать вместе ради совместного опыта. Здесь также можно заранее обговорить долю участников в проекте. Она должна быть равна его трудовым затратам. Это значит, в случае финансового успеха проекта, каждый получит столько, сколько сделал. Вот здесь уже можно попробовать что-то делать. Делайте простой проект, желательно 2D. Таким образом, мы уже плавно подходим ко второму виду команды. Энтузиасты Здесь уже все более по-взрослому, и вероятность достичь успеха выше. И сразу следует начать с фразы, которую следует высечь на золотых скрижалях геймдева. Требуешь? Соответствуй. Если вы хотите, чтобы к вашей команде присоединялись только профессионалы, которые знают свое дело, то будьте вдвойне профессионалами. Чтобы вести за собой людей, вы должны четко понимать весь конвейер геймдева. То есть, уметь программировать, создавать 3D-модели, текстурировать их, анимировать, уметь работать со звуком, искусственным интеллектом, физикой, частицами и эффектами. Конечно же, данный багаж знаний напрямую зависит от величины проекта. Это вообще может быть 2D-игра, где достаточно уметь программировать и рисовать. Также тимлидеру нужно мотивировать свою команду. Это не только красивые слова об успешном успехе и духовные скрепы. Хороший мотиватор – это ваш бэкграунд. Желательно иметь хоть какой-то законченный проект за спиной. Ваша команда должна быть уверена в том, что вы когда-то прошли этот путь и не движетесь вслепую. Какой минимальный набор ремесел потребуется? Для начала это тандем из программиста и 3D-артиста, он же моделлер. Для 2D-игры это программист и художник. Можно работать по такой схеме. Художник, неважно 3D или 2D, создает внутриигровой контент. Отсылает это все программисту. Он это все импортирует в движок, собирает проект и все это программирует. Затем, если у кого-то из двоих возрастет объем работы, можно добавить еще одного программиста или моделлера, либо разбить конкретные должности на несколько составляющих. Был один моделлер, который все делал, а можно делегировать обязанности. Один человек создает модель, второй анимирует и третий работает с текстурами и материалами, то есть раскрашивает. Обязанности программиста можно разделить. Один делает игровые механики, другой искусственный интеллект и третий занимается пользовательским интерфейсом. А звуковым дизайном, например, все вместе. Где можно искать людей в команду? Первый вариант – социальные сети Facebook или ВКонтакте. Просто ищем тематические группы. Ищем по запросу GameDev. Или по названию игрового движка, с которым вы хотите работать. Например, Unreal Engine. Здесь много групп, вот есть в том числе и наша. Второй вариант – сайты разработчиков. Например, GameDev.ru. Здесь есть форум и работа. Третий вариант – дискорд сервера. Находим в интернете какой-нибудь топ серверов. Один из таких – это disboard.org. Здесь можем найти по тегу. GameDev, либо название движка. В нашем случае – Unreal Engine. И получаем все сервера с этим тегом. В нашем комьюнити в том числе есть и свой дискорд сервер. Вот он – Киберстарс GameDev Community. Это инкубатор геймдева. Участникам сообщества, в зависимости от их навыков, выдается роль. От джунилера до гуру. И чем выше роль в списке, тем более опытный человек. Также участники получают дополнительные роли, в зависимости от навыка. На нашем сервере вы можете найти большое количество ресурсов и ссылок. Вам могут помочь разобраться с вопросом. И вы также с легкостью можете набрать команду. Конечно, все напрямую зависит от ваших предложений. А если у вас есть играбельный проект на Unreal Engine, у вас есть возможность получить отдельный канал под него. Прежде чем приступать к работе, у вас должен быть готовый дисдок с описанием игры. Нужно иметь четкий план, прописанный наперед. Нужно заранее расписать, кто, что и как будет делать. В мельчайших деталях, чтобы в дальнейшем не было разногласий. Например, если необходимо создавать 3D-модели, то укажите лимит полигонов, чтобы не было артефактов. Пивот-поинт был по центру. Но и в таком же духе. Если кто-то покинет вашу команду, то человек, который заменит его, сразу же сможет приступить к работе, имея техническое задание на руках. Это сократит время. Соблюдайте информационное поле в вашей команде, чтобы люди всегда были в курсе событий и новых технологий. Тогда вы будете развиваться вместе. Не нужно пытаться контролировать все и всех. Давайте людям возможность проявить себя. Важная деталь. Всегда держите в команде уровень нагрузки, так называемый стретчинг. И нет, это не дедлайны, когда нужно успеть все за срок. И не кранчи, то есть переработки. Это когда член команды, справившись с одним заданием, получает следующее, точно такое же. Со временем он начинает с легкостью их выполнять. Но при этом он как бы топчется на месте. Это превращается в рутину. Поэтому необходимо повышать планку. Со временем давая более сложные задания. Таким образом, ваша команда будет быстро развиваться. Если лидер потеряет интерес к проекту и будет делать все вяло, то команда распадется. Для удобной совместной разработки создайте проект на гитхабе. Это репозиторий данных. Для хранения файлов. Что-то наподобие Google Диска. Еще для корпоративной разработки можно использовать облачный сервис Trello. Создаете личный кабинет для участников команды. Затем можно создавать карточки с заданиями. К примеру, то, что требуется сделать. И что выполнено. В карточки можно добавлять что угодно. Текст, картинки, видео и файлы. Этот сервис можно использовать как репозиторий данных. И он бесплатный. Профессионалы. Желательно знать английский. Львиная доля IT-индустрии на английском. Здесь уже больше работа по найму. Где можно искать работников? И здесь первый вариант – Telegram. Вписываем в поиски вакансии и ищем. Можно встретить много объявлений. Второй вариант – сайты для фрилансеров. Вот пятерка таких. Upwork.com – это уже интернациональный ресурс. Но здесь также можно найти русскоязычных ребят. Другой вариант – сайты с объявлениями. Их очень много. Один из популярных – Headhunter.ru. Тут можете подать свое резюме, либо открыть вакансию. Это будет стоить от 1000 рублей. При поиске людей рассматривайте абсолютно все возможности. Из 400 людей, которые откликнутся, вы выберете 20, которые вам понравятся. И в итоге из них наймете одного. Если на фрилансе вы решите нанять малоопытного работника, либо с невысоким рейтингом, то не соглашайтесь на предоплату. Обычно это 50%. Шанс, что он вас обманет, либо неправильно выполнит работу, очень велик. При найме составляйте договор. Вышлите ему ксерокопию. Любой документ с взаимными условиями, имеющий подпись обеих сторон, имеет юридический вес. В нем вы можете прописать, что вся интеллектуальная собственность, созданная работником, остается за вами. Проще говоря, все, что он сделает, ваше. И если такой работник окажется недобросовестным, заберет вашу игру и выложит ее в маркет, то вы просто отправляете договор на площадку, Google, Steam, неважно, и они будут обязаны ее удалить оттуда. После найма выдайте работнику тестовое задание. Не нужно его сразу погружать во все подробности проекта. И помните золотое правило менеджмента. Долго ищем, быстро увольняем. То есть, если вы хотите уволить человека, не нужно с этим затягивать. Профессии. Тут уже в зависимости от студии, величины бюджета, размера команды или проекта, имеется уже более четкая градация профессий. Основные три роли – это программист, художник и геймдизайнер. Геймдизайнер обычно руководит всем процессом. При этом каждая из трех групп должна понимать, как работают другие. И это не значит, что художник должен уметь программировать. Нужно просто быть на одной волне. Чем ближе к центру, тем более обширна специальность. Художники бывают 2D. Они рисуют интерфейсы, арт и текстуры. 3D-художники. Они же 3D-моделлеры. Они создают персонажей, транспорт, здания и прочее окружение. И аниматоры. Оживляют все это, создавая анимацию. Вторая категория – программисты. Их также можно разделить на бэк-энд. Они занимаются всем, что не касается самой игры. Серверная часть для мультиплеера. База данных. Сбор информации. То есть парсинг. И также они создают инструментарий для разработчиков. И вторая категория программистов – фронт-энд. Те, кто занимаются клиентской частью. Создают игровые механики. Программируют пользовательские интерфейсы. Работают с искусственным интеллектом и графикой. Отдельно можно вынести людей, которые занимаются звуком. Программистов, охватывающих всю деятельность, называют фулл-стэк. Третий вид разработчиков – гейм-дизайнер. Он создает дизайн-документ. Занимается концептами, дизайном уровней, игровым балансом и нарративным дизайном. Это такое повествование через геймплей. Записки, содержание дневников или просто сцены. Расценки. Все цены приблизительны и являются средним показателем на популярных фриланс-биржах. Текстовый перевод. Приблизительно 5 долларов будет стоить 250 слов. 250 слов – это 2 минуты озвучки. Она может начинаться от 35 долларов. Джингл или звуковые эффекты – примерно 50 долларов. От 50 долларов начинаются цены на простые 3D-модели. Персонаж с текстурами – от 150 долларов. Плюс к этому можно добавить анимацию. Она начинается от 100 долларов. Конечно, все зависит от сложности работы. В среднем, готового персонажа можно создать за 7-60 рабочих дней. И конечная цена его может составлять 500 долларов. В ААА студиях это может стоить выше 45 тысяч долларов. Рисунки. Простой концепт-арт. В среднем стоит 20 долларов. Иллюстрация – 50. Программирование. Здесь также оплата очень плавает. Строчка готового оптимизированного кода может стоить от 10 центов до 5 долларов и выше. В среднем программный код содержит 500-1000 строк. Создать сайт под проект – обычный талендинг – от 200 долларов. Зарплата среднего специалиста в IT-сфере – приблизительно 12 долларов в час. В районе 2000 в месяц. Больше всего получают программисты. На Западе зарплаты начинаются примерно от 3000 долларов в месяц. Программист с многолетним опытом в США может получать от 4000 долларов. А если брать крупные компании, такие как Google или Apple, то там может быть и 10 тысяч долларов в месяц. Художники в геймдеве – от 2000 долларов. Художники в киноиндустрии получают больше, чем в геймдеве. Это 5000 и выше. Саунд-дизайнер – от 1500 в месяц. И меньше всего получают тестировщики. Где-то от 700 долларов. Руководители могут получать выше 5000. В странах СНГ, Индии и Китая – оклад в полтора-два раза меньше. Конечно, можно нанять студентов, они сделают все дешевле. Но и качество соответствующее. Чтобы стать лидером, мыслите как самостоятельная единица. Составляйте роудмапы с вашими целями. И помните, самое сложное – это начать. Тему профессии и заработка мы подробнее будем разбирать в следующем уроке. Присоединяйтесь к нашему геймдев-сообществу. Это социальные сети и дискорд. Все полезные ссылки в описании. Подписывайтесь на Киберстарс. Здесь мы разбираем геймдев во всех подробностях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова